Ребятки, если вы хотите получить новенький айфон, деньги, много конфет или игровой компьютер, то прямо сейчас успейте подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик за 3 секунды. Начинаю отсчет. 1. Скорее подписывайся на канал. 2. Ставь лайк. 3. Нажимай на колокольчик. Последняя цифра лайка – это и есть ваш приз. Кто успел, тот умничка. Желаю приятного просмотра. Нет, ну я вообще уже нажрался. Давайте уже праздновать. Уже может быть фейерверки забудем, я не знаю. О, ну можно, можно, бабка, ты как? Так, ну подождите, я еще не поела. Сейчас, подождите, я сейчас перекушу еще немножечко. Ребята, всем привет, Сами. О, бабка, у тебя тут это... Это что? Это у тебя хочешь? Живая еда проявляется, что ли? Я не знаю, все какое-то странное. В общем, ребята, всем привет, Сами я, Коля, и это... И сегодня у нас празднуется, в общем, это... Ну, как сказать, есть вот день города, а есть день деревни. Именно вот 2 года назад ты что сделала, бабка? Это шашлык будем делать сейчас? А, ну ладно. Вот, в общем, 2 года назад была обоснована наша здесь деревня, и сегодня у нас юбилей. Да, бабка? Юбилей, да, поздравляю. Вот видите, накрыла вам стол, что еще надо вам? Не знаю, все, пошлите салют делать. Все, пошлите сделать салют тогда. Только на безопасном расстоянии, жители. Слышите, что? Естественно, чтобы эту деревню не спалить. Вот, вот. Конечно, на безопасно, пойдемте на пустырь. Пойдемте, пойдемте на пустырь. Я знаю, здесь пустырь есть. В принципе, и на пустырь тоже можно. Вот, так. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну вот здесь, в принципе, нормально, я думаю. Вот тут, вот, вот. Вот тут хороший пустырь. Вот тут, вот от морожечка вроде далеко. Да, это подальше от всех домов, так сказательненький. Да, вот. Смотрите, житель, какая у меня штуковина есть. О! Ой, ты новый салют купил? Да, смотрите, о! Ой, это что такое? Огонь? Огонь? Да, 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 да. Вот. Слушай, ну. Ну, вообще, клево, да. Так он мне ничего не подожгет-то? Да нет, видишь, он не поджигает ничего. Вот, видишь. Просто на траве, что ли, говорит? А, это такой у него эффект травяной угороди. Да, 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 да. Вот так вот раскидал, и везде все хорошо. Да. Дед, мне нравится, я люблю огонь, люблю костер. Ой, ой, ой. Ой, красиво-то как. Так, ух ты, все такое горючее. Бабка, я сейчас... Да что это в доме творится, я не поняла. Я сейчас все потушу, сейчас все. Ты что, еще и лес загорелся? Нет, нет, бабка, ничего, только один гриб, и все. Так, посмотри, там и лес еще горит. Да не горит тут больше ничего, все нормально, видишь? Ах ты, зараза, все, не хочу больше праздновать, иди отсюда. Ну, бабка, ну прости, пожалуйста, ну бабка, ну я не виноват. Да что ты зачитаешь, бабка? Я сказала, все свалили отсюда. Блин, житель, ладно, пошите сами. Вот, заразы. Бабка, я сейчас все починю. Я вам еще отомщу за это. Блин, житель, ну я-то вообще не виноват. Ну, случайно получилось так. Ну, не знаю, что за это начинать-то. Вот именно, отошли от деревни. У нее все равно дом каменный, ничего бы там ни случилось. Ну и попал, ну ничего страшного. Блин, ребят, ну капец. Ладно, житель. Как не горело? Еду завтра это. Убираю в холодильник, завтра всюду едим. Давай, завтра будем обедать. Конечно, конечно. Так, все, сейчас это все уберем. Так, это все тоже уберем. Так, Хрюша, какая осталась. Это хорошо, конечно. Так, это убрать, это убрать, ребята. Ну, это, это, конечно, вообще подстава неприятненькая. Бабка вроде как это с доброй душой, так сказать, пришла. Но я тоже старался, чтобы все хорошо было. Так, все, все. И сыр забрать. О, все, пойду в холодильник. Сейчас это все сложу и все будет. Я сейчас не понял. Здорово. Чего такое? Кто там, житель? Что это такое? Почему деревья горят? Это что это такое? А, в смысле у кого деревья горят? Подождите, ребят, с едой. Где деревья горят? А, а, а. А, блин. Кто деревья не затушил? Так, ну все, здесь все хорошо, все супер. А почему это у вас тут все горит? Чего горит? Тут поступил звоночек, звоночек. Чего? У нас там ничего не горит. Чего ты там? Так, один потушил. Пожарный, пожарный, туши, пожарный. Ой, тушу, тушу. Для этого я тут пришел. Не знаю, поступил звонок, что в вашей деревне горят дома. Капец. Что в вашей деревне горит трава. Так, 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 так. Горит лес, все горит. Капец, капец. О, все вроде как. Ой, еще вот тут вот так. Родь подушил, вроде вовремя приехал. Спасибо тебе, пожарный. Ну это же ужас. Давайте я буду смотреть, где у вас тут пожарная часть. Кто? Пожарная часть. Куда мне инструменты все положить? Ну это у бабки дома. В смысле у бабки? Какой у бабки дома? Вон там серый дом, видишь? Ну значит, бабка дома и пожарная часть причем здесь. Ну у бабки дома пожарная часть, пожарный. Вот. Вы что, совсем? Пожарная часть должна быть в деревне. А, ну хорошо, давайте сейчас привас. Пожарная часть должна быть у каждого, так сказать, населенного пункта. Все, давайте вот тут сделаем. Все, вот тут будет наша пожарная часть. Так, давайте, чтобы пожарная часть не горела, и чтобы в ней был склад, огнетушение, воды, всяких бронезбойтов, еще всего, вот этих ведер. Так. Надо делать, чтобы он тоже был пожаро-непожароопасным. Вот, камень, я поэтому и сделал, видишь, какой я грамотный. Какой камень? Ну какой камень, он же разрушится, этот камень. В смысле разрушится, пожарный камень не рушится. Вы что, вы что, не слышали вообще, что ли? Чего? Последние технологии не слышали, как пожарные части все по стране делают. А как, как делают, мы не в курсе. Ай, ну ты вообще... Жители, вы в курсе, жители? Я вообще в курсе, если что. Я вообще в курсе, никаких кирпичей. Теперь же запретили все это делать. А, пожарный-то, да давай... Теперь сказали, что надо бедроком все делать. Не надо бедроком, бедроком можно и что-нибудь другое. А можно и вообще-то не бедроком. А, ну вот. Есть и заменитель бедрока. Все, пожарный, я тебе помогаю. Обсидиан назваться. Слушай, ну он красивый, по крайней мере, мне нравится. А потом... Причем здесь красота, главное безопасность. А можно нам потом все дома такими сделать? А вот это ты хорошо придумал. Вот, чтобы не горело-то ничего. Потому что гореть не... Это очень... Я вам лекцию прочитаю потом. Давай без лекции, а? Нет, потом прочитаю. Как безопасно жить. Чтобы ничто не горело. А, да, ну ладно, хорошо. Все. Это обязательно. Блин, ребята, кто-то попадался, конечно. Я обидел, ей тоже прочитал. Да, она поняла? Конечно. Все понимают, когда я читаю. А, а то она обиделась тут, что-то. Подумаешь, мы ее дом подожгли. Ничего не поджигали. Да мне без разницы. Что вы сделали, и как она обиделась, и на что? Я пожарный. Она очень странная, на самом деле. Так. Почему странная? Да потому что мы праздновали, у нас, знаете, сейчас юбилей деревни идет, вот. О, поздравляю, поэтому мы подожгли свою деревню? Да ничего, мы полициями, пожалуй, хочу постоянно полицейским назвать. Пожарный, ничего мы не поджигали. Понимаете? Мы просто вот шашечки огнины покидали, и все. Но деревню мы не поджигали. Одна шашечка. Попала в дом бабки, она обиделась. Хотя мы извинились. Обещали починить все. Она не понимает. Так, сейчас я поставлю свои сундуки. Давайте я вам помогу, сундуки поставим. Сундуки, у меня свои, специальные. А, красные. Ну, кстати, да. Специальные пожарные сундуки. А знаете, что еще надо вокруг положить? Песок, песок надо сделать. Песок, это обязательно. И поставить дверь, чтобы мою технику никто не спер. Вот, 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 вот так вот. А ложители вообще нормальные? Да, у нас вообще краш нету, мы, знаете, мы очень дисциплинированные. Во что это, вас бабка дисциплинировала? Нет, мы сами себя дисциплинировали, и очень нас мало краш и так далее. Вот. Вообще очень редко бывает. Ничего себе, вы типа такие молодцы, что ли? Конечно, наша деревня самая показательная. Это пожарный. Показательная? Это кто вам такое сказал? По каким показателям она самая показательная? По всем, вот какие есть, она самая показательная. Ничего себе. Да. Вот это вы даете. Вот так, песочку мы насыпали, все хорошо. Сейчас я сложу, подожди, тут инвентарь надо сложить. Да, да, ты складывай, складывай, а я туда еще побольше песочку насыплю. Так, песочку не надо больше делать, песочек надо складывать еще сюда. Если вдруг внутри загорится, все засыпаем песком. Так, ну давай вот под воду положу песочку побольше. Так, песочка. Еще надо бутылки с водой и на всякий случай, на всякий случай. Чего еще? На всякий случай надо? Еды. Еды? Конечно. А, ну давайте, давайте яблок. Еда это превыше всего. Надо яблок золотых положить, потому что они очень хорошо. Положи, положи. Так, а это вот в отдельный, да. Еще бутылочки с водой положи. Хорошо, все, яблок положил, бутылочек с водой тоже положил. Бутылочки с водой положил? Да, конечно, все, аккуратненько сложил. Так, подожди, подожди сейчас. Так, еще что можно для безопасности положить? Ой, я даже не знаю, пожарный, что еще можно для безопасности. Знаю. А песок положил? Да, песок положил. Лом можно, лом можно. Давай, ложи, ложи. Вот, лом, так, чтобы всё, мало ли, чтобы взломать, там ещё что-то, вот. Положил? Да, положил, всё. Молодец. Подождите, больше почему-то не кладётся. Отлично, отлично, будешь теперь тут жить. Вместе с водой, с ломом, там так это. Ты еды себе положил? Положил. Еды положил, молодец. Теперь тебе попить есть чого? Жители, спасите меня. Никто тебя не спасёт, пойду-ка я сейчас их тоже, так сказать, замурую всех. Ишь, что, придумали бабкин дом поджигать ещё, ага. Фейерверки, значит, поджигали, 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 а в итоге решили дом поджечь, что ли, бабушкин? Да мы случайно. Попался в ловушку, вот сиди теперь. Ну капец. Дверь может тоже разрушить, там тебе есть защита. Блин, капец. Ну, как всегда. Хулихан, ещё раз я тебя увижу у своего дома, ноги поотрываю, всё, пока. Капец, ребята, блин. Вроде как обсидиан ломается, смотрите, к этой штукой. Хорошо положил лом. Сейчас будем ломать и выбираться, ребята. Всем удачки, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.